Мистер Бро, брат Мистера Биста, он проделал достаточно хорошую работу над своим каналом и средние просмотры у него варьировались от 1 до 4 миллионов. Однако в общей сложности он разместил всего 30 видео на своем канале, прежде чем пропасть ютуба насовсем и не выкладывать новых видео вот уже более двух лет. Просматривая все его ролики на канале, я начал замечать причины, по которым ему не удалось добиться столь большого успеха, как его брату. И одна из них заключается в том, что видео Мистера Бро были практически неотличимы от роликов Мистера Биста. Даже на уровне обложек, которые были фактически идентичны превьюшкам с канала Джимми. Но здесь на самом деле все куда намного глубже. Команда Мистера Бро, в которую входил сам брат Мистера Биста, также брат Чендлера и даже Криса того самого. Этот канал какой-то прям бизнес для менее успешных братьев, которые пытаются совершенно точно повторить успех канала Мистера Биста. У него на канале работают братья моей команды. Вот братан Джимми свой канал забросил, а знаете кто нет? Саника. На его канале вы найдете всякого рода палит-разборы блогеров, также наткнетесь на мой коллапс Саника и даже два. А помимо этого, там много других роликов на его ченнеле, ссылка в описании, подписывайтесь, ну и на мой канал тоже. И на Саннику. Но чего не удалось повторить Мистеру Бро и его команде, это качество видео Мистера Биста, что отмечали даже комментаторы. СиДжей Джимми, Зак Чендлер, Тайлер, Крис, вместе они составляют команду Мистера Биста на минималках. Мне кажется, что Мистер Бро был точно таким же, как Джимми, но и в то же время его полной противоположностью. И это отчетливо просматривается во время первого появления брата Мистера Биста на его канале, когда Джимми дал ему ресурсы для ведения собственного канала и как собрался ими распоряжаться Мистер Бро. Система его канала была выстроена таким образом, чтобы он мог добиться мгновенного успеха, одновременно изучая Ютуб на практике. Проблема заключалась в том, что поскольку у СиДжея не было никакого опыта в работе с Ютубом, он не использовал все это должным образом и быстро спустился в то, чтобы просто подчистую копировать образ своего популярного брата. Теперь я стал Ютубером, ха, это мое первое видео. Я надеюсь, ребят, что оно вам понравилось, у меня такое же мышление, как у Джимми. Раздавать деньги, быть филантропом, делать все те замечательные вещи, которые он делает каждый божий день, чтобы изменить жизнь людей к лучшему. Я хочу делать так же. Теперь можно с уверенностью полагать, что он говорил все это для того, чтобы просто раскрутиться на образе Мистера Биста, и это заимело положительный эффект. Я говорю о том, что Мистер Бро не добился успеха, сравнивая его канал с каналом, на котором более 100 миллионов подписчиков. Но сравнив его с любым другим начинающим блогером, его начало на Ютубе было впечатляющим. За первые два месяца съемок его канал собрал более 11 миллионов просмотров и свыше 1,3 миллиона подписчиков. Также он умудрялся набирать всегда более миллиона просмотров, и в какой-то мере паразитирование на успехе другого канала можно считать успешным. Однако излишняя схожесть с Мистером Бистом, вплоть до того, что Мистер Бро его копирует во всем, это вызвало неприязнь к нему у некоторой части аудитории. Пример сообщения на Реддите, которое поддержало более тысячи человек с заголовком в неприятной форме. Мистер Бро тупо полностью копирует Мистер Биста, и то, что он позиционирует себя как брат, все-таки имеет определенные минусы. Вполне вероятно, что многие просмотры Мистера Бро были просто из любопытства, чтобы посмотреть на то, какие видео у брата самого Мистера Биста, и как этот брат выглядит. В отличие от того, чтобы нажать на видео из искренней заинтересованности в самой теме, а не просто делать это из-за того, что это брат Мистера Биста. Хоть это и вероятно является большим плюсом для кликабельности на превью, и CTR значков там явно высокий, но если зрителя больше интересует то, что он брат Мистера Биста, то показатели удержания ролика там будут явно невысокими, и далеко не такими хорошими, как у Джимми. И что еще могло стать сильным недостатком по сравнению с каналом Мистера Биста, так это то, что СиДжей слишком похож на него. И почему это излишне, можно понять лучше, если посмотреть комментарии под видео у геймформа. Он пытался позиционировать себя как брата Мистера Биста, а не СиДжея. Ты не можешь стать полной копией чего-то, чем ты не являешься. Брат Мистера Зверя должен быть просто самим собой. Это не самый лучший путь к успеху, но это важно для долговечности популярности. Если я собираюсь смотреть канал Мистера Биста, я смотрю канал Мистера Биста, а не его подражателя. Ему нужно заниматься чем-то своим. Но на деле быть уникальным и интересным, это легче сказать, чем сделать. Такой процесс обычно занимает годы, и каждый ютубер через это проходит. Ты начинаешь с того, что копируешь кого-то, кто тебе действительно нравится, как раз это и делал СиДжей. Затем спустя какое-то время ты открываешь что-то в себе и начинаешь пробовать что-то новое. И таким образом вырабатывается фирменный стиль канала, который отличает тебя от других. Однако СиДжей решил сдаться раньше, до того, как он мог бы придумать что-то уникальное и стрельнуть. Но даже тут мы возвращаемся к клейму брата Мистера Биста. Может ли он выстрельнуть как отдельная личность, отделившись от образа брата Мистера Зверя, который принес ему популярность, и это нужно сохранить? И кроме того, а сможет ли он выработать собственный стиль, если все делается даже на уровне превью за него, и он не понимает, что даст много просмотров на ютубе, а что нет? Если, конечно, он сам не начнет изучать все с нуля. И это выделяет еще один момент, на который следует обратить внимание, а именно то, что у СиДжея не пройден этап неудач, когда ты делаешь какой-то видос неделю, который залетает на 100 просмотров, и такое вначале постоянно. Ему можно об этом всем рассказать, через это прошел как бы его брат, но это лишь тебя немного научит по сравнению с тем, какой опыт можно извлечь, если пройти через это все самому. Он никогда не занимался тяжелой работой за годы до того, как стал популярным, поэтому он не знает, каково это. Он должен начать с простых роликов, поэтому он не получает достаточного количества просмотров, когда, как в случае Мистера Биста, его нынешний имидж построился на том, что он до этого годами находился в аду и терпел много неудач. Я помню, как Джимми, когда ему было 14 лет, сидел у себя в комнате и очень поздно ночью монтировал свои видео о Майнкрафте, просто для того, чтобы их выложить и, может быть, получить 100-200 просмотров. Его 10-летний опыт на ютубе подарил ему много опыта и понимания, как делать видео, которые точно залетят. Когда как Мистер Бро, обладая такой же формулой создания видео, все равно излучает энергию новичка в этом деле, чувствуется его неуверенность, которую чувствуют зрители. СиДжею просто нужно быть более уверенным в своем творчестве и в том, как он создает свои видео. Когда вы наблюдаете за Мистером Бистом, он очень симпатичный и занимательный, потому что у него всегда есть план и он знает, как все наладить. Понятно, что СиДжей выглядит немного неуверенным, похоже, он не может пока что держать все под контролем. И еще одна проблема заключается в отсутствии эмоциональной связи с каналом, поэтому он и забросил канал так просто и не возвращается к нему вот уже два года. Обычно, когда ты долго снимаешь ролики и у тебя появляется желание все бросить, спустя какое-то время у тебя появится вновь желание снимать видео. Есть много ютуберов, которые уже давно не набирают хороших просмотров, но продолжают снимать видео до сих пор, потому что сложно расстаться с хобби, на которое ты потратил много лет в прошлом. А тем временем у СиДжея, похоже, был ровно противоположный опыт. Между его первым видео и последним прошло чуть более года и девяти месяцев, чего не хватило, чтобы пропитаться этой площадкой. И, наверное, поэтому ему было настолько легко бросить ютуб. Если честно, ты просто работаешь как проклятый в течение десяти лет, то, вероятно, у тебя появятся неплохие шансы добиться успеха. Но если ты будешь это делать в течение шести месяцев или года, я не знаю, какие шансы стать популярным. Также это может говорить о том, что СиДжея никогда искренне не хотел заниматься ютубом, а глядя на успех своего брата и то, как ему это много приносит денег. Он банально хотел только этого, но не добившись того же уровня успеха в процессе ведения канала, возможно, это его и вынудило забросить ютуб. Мистера Биста очень часто можно увидеть за обсуждением важности идеи для видео и заявляющим, что если бы кто-нибудь применил его идеи к своему каналу, то они бы тоже стали популярными. Очевидно, что многое в моем успехе кроется только от самих идей. Любой другой человек, если бы сделал то же самое, его бы также смотрело много людей. Так что, если уж на то пошло, то Мистер Бро был интересным экспериментом, чтобы посмотреть на то, насколько вирусным можно сделать другой канал, если он был создан автором самого популярного канала. К тому же, ничего СиДжею не мешает вернуться и продолжить с того места, на котором он остановился, если у него изменится отношение к ютубу. А на этом все, ставьте лайки и подписывайтесь, пишите комментарии, киньте ролик другу.